Ну поздоровайся! Как лучше поступать в таких ситуациях? И вообще, что делать? Сейчас с ней уже все хорошо. Она просто сейчас немного сонная. Она прекрасно себя чувствует на трех лапах. Вот как вы можете наблюдать, у нее нет конечности на одной задней лапе. Но она, повторюсь, прекрасно себя чувствует. И, как я выяснила, такое у хомяков бывает довольно-таки часто. И это не так уж и страшно на самом деле. Они хорошо себя чувствуют. Они так же ходят, они так же наступают на эту лапу. В общем, давайте я вам просто расскажу, что произошло. Как я уже и сказала ранее, это случилось несколько месяцев назад. На тот момент у нее было пять маленьких хомячков. И было все прекрасно, пока однажды утром я не зашла на кухню, где стояла их клетка. И не увидела следующую картину. Стояла белая клетка. И над дверью этой клетки, вниз головой, висел хомяк. А по двери клетки стекала кровь. Когда я это все увидела, у меня что-то переключилось. Я просто была в ступоре. Я не понимала, что происходит и что мне сейчас делать с этим. Просто хочу, чтобы вы поняли и примерно представили, что я видела и насколько это все было стрёмно. Как я уже и сказала, у меня началась жуткая паника и истерика. Я не могла сказать ни слова. Я не могла ничего сделать. Я боялась ужасно подойти к этой клетке. Мне повезло, что в тот момент я была не одна дома. И мне помогли снять ее оттуда и понять, что вообще произошло. Если у кого-то из вас есть хомяки, вы, наверное, знаете, как они любят везде лазить. Так вот, оказалось, что она просто, как всегда, лазила по клетке и зацепилась, точнее застряла ногой в этом маленьком промежутке между клеткой и дверцей. Она как-то перекрутилась и тем самым получила открытый перелом. И так она провисела, как я полагаю, всю ночь. Ну или полночи точно. Это очень долго на самом деле. Она потеряла много крови. Когда ее освободили, она практически никакая уже была. Я поспешила доставить ее в больницу. И там мне сказали, что ее ногу спасти уже нельзя, потому что прошло слишком много времени. И единственный выход — это отрезать ее. Но мне, конечно же, объяснили, что в этом нет ничего страшного и что такое бывает довольно часто. Позже я забрала хомяка из больницы. И уже через несколько дней она начала наступать на эту лапу. И сейчас с ней уже все хорошо. Она прекрасно себя чувствует. И бегает на трех лапах быстрее, чем на четырех. Мораль всей этой истории такова. Никогда не паникуйте в подобных ситуациях. Кто бы это ни был — хомяк, кот, собака или тем более человек. Посмотрите, разберитесь в том, что произошло. И попытайтесь оказать какую-то первую помощь. Это на самом деле очень важно. Важно в таких ситуациях суметь взять себя в руки и попытаться помочь тому, кому эта помощь нужна. Я не знаю, что бы я делала, если была бы на тот момент одна дома. Потому что, как я уже сказала, у меня началась жуткая паника, истерика. И я просто даже подойти не могла к этой клетке. И неизвестно, выжила бы она или нет. Потому что она провисела, блин, там всю ночь. Напишите в комментарии, сталкивались ли вы с подобным. И как вы себя в таких ситуациях вели. Ну и в завершение, дабы разбавить это видео чем-то хорошим, я хочу сказать, что у нас наконец-таки наступила весна. И начали цвести деревья. А я очень люблю фотографировать красивые деревья и фотографироваться с ними. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить всю эту красоту. Ну и как всегда, уже по традиции, до встречи в следующем видео. И всем пока!